Возвращаемся на матч между Queen's Secret и Thunder Predator. Это финал американского дивизиона. Впереди у нас еще СНГ, но для этого надо сначала разобраться с Америкой. СНГ 27 или 26 начинается. С 27 по 30 число. С 27. То есть довольно-таки быстро. 5 дней всего-навсего. Ну как, собственно, и здесь. Тут тоже, по-моему, 5 дней. Сегодня финал. Сегодня финал Queen's Secret и Thunder Predator. Если вы только что включили. Queen's Secret ведут 1-0. Довольно легко они разобрались со своими оппонентами на первой карте. Не совсем мы поняли со смайлом драфты и сборки от Thunder Predator. Может быть, во второй игре мы найдем их более логичными. Да драфты-то мы поняли. Они какая-то все-таки задумка, заготовка у них была. И она как бы видна была. Но они отыграли, исполнили ее не на все 100%. Потому что Queen's Secret их в плане макро переигрывали. Они более круто играли как команда. Поэтому Thunder'ом нужно просыпаться. Потому что, ну, первая карта это не финал. Это пока что не до дота от Thunder Predator. Поэтому если так будет продолжаться, их просто Queen's Secret закроет 3-0. И мы разойдемся очень быстро. Поэтому давайте, парни, просыпайтесь и показывайте нам великолепную хорошую доту. Да, и здесь вот уже у нас получается Легионка против Винги Эмбера. Легионкой часто играли Queen's Secret. Возможно, это Мирана Корр. Возможно такое. Queen's Secret идут по тенденции. Вот как они играли последние свои игры, встречи, матчи, так они играют. У них очень агрессивный плейстайл. У них хороший исполнитель. Они, в принципе, очень хорошо друг с другом комбинируют в этом плане. Поэтому они просто набирают активных персонажей и давят тебя за счет своего скилла. У них это получается. У них это получается. По крайней мере, это у них получилось на первой карте. Сейчас посмотрим, как будет здесь. Ну, герои пока активные те же самые. Да, Мирана, Легионка. Это все очень жесткие парни для драки, для ранней доминации. Опять же, есть скиллы. Сейвы есть, да. И пресс-атак, и липы. Это все дает тебе очень хорошую мобильность по драке. Да. И, в общем-то, хороший каркас для драфта. Да, посмотрим, что предатели сделают. Пока что они забанили Сайленсера и Спектру. Бан Медузы. Спектра сейчас молоде, да. Надо ее убирать. Потому что вот по матчам смотришь, по-моему, процентов в 80 матчей была Спектра. Много Спектра было. Да, просто вот смотрю. Тут даже те матчи, которые ты комментировал, и Тандеров, и Бесткоуст против Квинс и Крю, там была Спектра. Ну, и в тех, и в тех противостояниях. Я матчи комментировал. Там тоже была везде Спектра. Бизнеса Сейд сыграли против Инфеймос. Там Спектра была Фазумерс против Крэйзи. Там, по-моему, они не брали, но все равно. Она появляется на регулярной основе. Да, там у нее не супер мощный винрейт в процентаже. Она где-то процентов там 60 на 40. Но все равно Спектра очень популярна сейчас. Ну, против Фазумерс брали. Против Крэйзи не брали. Можно даже посмотреть. Ну, вот она в нижней сетке, она появляется. Медас Клаб, Квинс и Крю. Инфеймос Крэйзи в нижней сетке была. Она в бане была против... Фазумерс Квинс и Крю Спектра была от тех же самых Квинс и Крю. В общем, очень популярный персонаж. Его не стоит недооценивать. Крэйзи трижды банили Спектру. Трижды. Трижды банили Спектру первым же баном. Ну, или в первых двух банах. Ну, это либо отдают, либо в бан отправляют. Разменивают. Поэтому здесь она тоже в бане оказалась. И это правильный ход. Потому что Спектра сейчас мощная. Так, пятый бан. Такой инсекрюм. Спектру Манкингу брали на стандары. Ну, и Волк. Сейчас может быть еще какой-то герой. На раннюю доминацию под пуш. Забанится от Квинс и Крю. Пока трудно что-то по драфтам сказать. Просто стартовые пики. Популярные герои на первой стадии. Тоже самое Эмбер Спири, да? Который в пятой игре подряд появляется от Тандеров. Поэтому я надеюсь... Ты возможно опять на суппорт? Я вот надеюсь, он не будет суппортом. Хотел бы посмотреть все-таки Эмбера на корр роли. Он там лучше смотрится. В Китае, конечно, его любят брать тоже на четверочку. Там и Войт Спирит, и Эмбер Спирит появляется. Но... Не знаю. Эмбер, как по мне, это корр полноценный. Он на корр позиции на порядок лучше, чем на суппорте. Минус Рейзер. Я хочу Вайпера увидеть. Вот он его опять оставляет у нас до последней стадии. А Вайпер реально хорош. Он против той же самой Спектры и смотрится. Осталось 5 секунд. Очень много дополнительного времени у нас какой-нибудь секрю потратили. Тих 30 секунд. Да, да, еще думают на второй стадии. Не знают, что хотят пока что. Пока только... Мереско. Интересненько. Очень интересно. Вообще комбинация неплохая. Вот если смотришь на комбинушку из этих трех героев, да, как это происходит. Ульта легионки, и туда Эру залетает, а Дарквилу пугает всех остальных. Чтоб они просто не смогли помочь. И тогда ты практически 100% зарабатываешь килл и дэмош на легионке. Пока это вроде неплохо. Но Рубик. Рубик, который тоже может воровать. Осталось 10 секунд. И Террорайз, и Бедлам. Поэтому Рубик против Дарквилу смотрится великолепно. Рубик с каким-то реликом с ворованным, с рассеточной пассивкой ворует Террорайз. Пугает всех на очень долгое время. До базы герои добегают с Рошпита. Ксы Наганима, может быть, его правильно теперь называть. Ты Наганима. Ну, похоже, у них какие-то были движения... Так, портреты не похожи, а когда вот при драке какие-то движения были похожи к вопам. Это сын его или ученик? Это сын, но поговаривают, что это такой, типа, может быть, он как Буратино. Ну, то есть... Аганим уже и Рубик, по-моему, это сын, и Инвокер учился у Аганима, да? Как-то так, по лору. Я, честно сказать, вот по-второй не знаю. То, что Аганим сын Рубика... Рубик сын Аганима, это точно. Но я где-то слышал, что это, мол, как он, может быть, как Буратино, то есть из серии, что он как кукла какая-то оживленная. То есть, ну, типа, как Папа Карло. Для него тоже Буратино был сыном, но на деле биологическим Папуином не являлся. И вот, ну, просто Рубик, он же похож на какого-то неживого такого, какой-то реально марионетку. Ну, какой-то такой полуинопланетянин он всегда. Ну, да, как будто вот просто набили куклу чем-то и оживили. Бистмастер тем временем появляется. Бист, Рубик, Кэмбер, Венга. Такой аурный пик, с одной стороны. Биста пикать в Легу тоже. Странно, странно. Очень странная ситуация. Бистмастер в Легионку, Бистмастер в Мирану, когда там тебе эти кабанчики все со стрелы падают. Поэтому тоже вопрос. Ну, ладно. Это как бы их, опять же, задумка. Может, Бистмастер сейчас четверкой будет бегать, да? Бистмастер четверка. Да, я скорее в Эмбер четверка. Или какой-нибудь, может быть, Бистмастер Мид? Рубик на тройке? Да нет, я думаю, сейчас с дефолтом они будут играть без каких-либо заготовок домашних. Для них дефолт, это Эмбер четверка. Это да. Да нет, Эмбер Мид, Венга и Рубик, два спорта. Ну, хороший лайн, Рубик, Бистмастер, хороший лайн. Эмбер Спирит. Через Физу на Миддл под Вингу. Отлично. Опять же, можно какой-нибудь Ивол Дизоль собрать. Ну, не знаю, пока снизу мне нравится больше. Опять же, это все как-то неплохо. Ну, как все дефолтно, да? Вот эти герои все, которые появляются на регулярной основе. А сверху у тебя половина героев контрится. Так, седьмой бан. Кому не хватает? Ну, у них кэри нет, ни у тех, ни у других прям полноценного. Рики, не думаю, прям сразу забанили. Морф Рики. Ну и тролль. Тролль. Так-так-так, тролль интересно. Без контролочку. Будет включать свое. Такой прочный персонаж. И что у нас получается? Если, допустим, Эмбер и Венга Суппорт, у нас реально колор Рубик. Возможно, даже мид Рубик. По-моему, они... Сларк, Сларк у тебя еще появится. По идее. Какой-то. А, Свен еще точно, да. Он заходил здесь, и Свен реально крут. Те Свены... Ну, через Аганим будет играть. Там каким-то слотом третьим или четвертым. Вряд ли первым. Наверное, со старта это... Масков Мэдна с Энжин Гьяша. Потом ты уходишь в Аганим. Потом можешь эту Сэнжин Гьяшу разобрать, собрать себе Алибарду. Ну, как-то так. Что-то из этой серии. Вот он будет играться с этими артефактами. Но то, что он будет с Аганимом, это... Не обсуждается. Посмотрим на коэффициенты от пари-матч. 2.80 на 1.40. Такие мы видели уже где-то в середине, наверное, первой карты. И не забываем, конечно же, про бонус, который... Да и вообще про все бонусы, которые пари-матч приготовили. Для того, чтобы узнать про них, пройдите по ссылке, которая находится под стримом. Кликните на баннер. Свен. Да, Свена мы уже играли. Но в новом патче Свена я еще не видел. Он хорош, он хорош. И мы вернули в Варкрай, старый. Теперь все бегают. Опять же, терморы, которые выдается, это все очень круто. Поэтому Свен здесь... Его и так брали. Вот с этим Аганимчиком. Он периодически заходил. А сейчас он еще лучше стал. Поэтому Свен тоже сейчас в моде. Не стоит недооценивать этого парня. Комбинация под него тоже неплохая. Опять же, вот этот ОЕшный стан. Когда он может влететь просто там в кого-то. Долгий стан. С Клива срубить сразу все какие-то ненужные вспомогательные там... Крепы там. И как-то рядом будут бегать. И туда сразу Эру залетает. Опять же, это все очень круто. И у вас можно героя даже вспомогательные. И каких-то вспомогательных героев тоже можно рубануть. Не знаю. В принципе, Крю мне пик нравится побольше. Я не понял, где пауза. Ну ладно. Еще будет. Надеюсь, все... Так, четверка Рубик с сапогом. Тройка Бестмастер. Да не-не, тут дефолт, по идее, должен быть. Да, в Эмбер Миддл тролль с Вингой, Рубик с Бэмом. Тут без каких-либо нововведений от Нодар Предатор. Ну и там тоже дефолтик абсолютный. Миран с Блайдстоуном. Все. Ну, я бы сказал, что все-таки Мирана 5 не совсем дефолтно смотрится. Так, тут у нас попытка подстрелить Кабана. Кабана жив. Ястреб разведает. Ну и драка. Кабанчик. Не убили. За кабанчик много дают. Да, но не смогли забрать его. Ну, тоги отжимают здесь контроль. Здесь опасно драться, на самом деле, толпой против Квинсик Рю. У них все вот эти заклинания уешенные. Еще под кусты там попадешь, потом Свен тебя уешет, там все молоточком даст. Там эру какая-нибудь летит, поэтому нужно быть аккуратным. Это там 5 героев. 5 героев на верхней руне. Очень хотят забрать. Но они не будут рисковать. Под-денит мог СВГ, если бы НГ не забрало. 2-2 по баунтирунам. Все понятно. Сейчас на миде по блоку просядет у нас Семберспирит из-за того, что все они отходили. Квапа будет на своем хайграунде. Снизу тоже можно было бы подблочить получше. Да, тролль вообще ТП сделал. Сейчас, не дай бог, с ним что-то случится. На миде вот проблемы будут. Мне кажется, из-за этого блока сейчас чуть-чуть страдать будет. Левел стайл. Ну, что-то Квин начал прям очень плохо. Двух рябов потерял. Да, и рейнджайк с кримом пытался добить, не добил. Так, тут у нас трипла на триплу. Сейчас стан от Евара еще будет. Ловинга. В общем-то, довольно прочная. Хотя, да, СВГ удается забрать ее. Еще и кабана убивают. И еще одного кабана можно попробовать забрать. Но Евар просто убегает. Евар опасно. И курьер, 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 курьер просто жестко идет через всех. Он сейчас просто тут Мэтью убьет. Не знаю, не пошел в ботинки, мог бы спокойно забирать. Побоялся далеко выходить, потому что там уже станы открутились. И можно было бы получить моментально в лицо. А вот он и так получает второй килл тоже за Квинс и Крю. Ну и вот тут слишком жесткие скиллы. Они очень много деможи наносят, что стрела, что молоток. Отставился, все, умираешь. Да, да, да. Ты уже не уходишь никуда. Не знаю, правильное решение стоять триплой. То, что трипла слабее у тандеров. Невооруженным глазом видно. Зато легкая линия тролль должен себя очень хорошо чувствовать. Он и чувствует. И к нему перетягивается поэтому фея. Ну и венга перетягивается так же. Бэшку она не тратила. Пешком бежала наверх. Теперь дабла остается. Дабла против даблы. МСС здесь. Опасно, опасно, опасно. Ну вот она, линия эмбер к вапа нормальная. Эмбер там себя чувствует. Великолепно. Да, 11-2. Против 6-1. Не знаю, плохо очень Квинс все делает. Не знаю. У него тут такой хороший старт был по блоку. И он... Он как-то просел. Вот эти крипы, да, первые, которые ты заметил, что он не добил двух, хотя мог спокойно это делать. Но ничего страшного. Будет ситуация. Да. Тут еще можно действительно камбэкнуть. Главное не позволять эмберу дальше наращивать. Хотя что-то тут как-то эмбер нормально себя чувствует. И продолжает дальше доминировать над Квапой. Флеймгард в 2, чтобы меньше проседать от Кортика. В том числе. Квин вообще крипов не добивает. Он просто по таврам их даже добить не может. Проблемки у него. Это действительно проблема. Надо зачекать, что по серверу на самом деле. Может они там меняются серверами. И из-за этого... Нет, он просто не рассчитывает демэдж. Странное дело. Началось. Началось. Здесь Мирана 2 липа потратила. За счет этого. Правда еще и кабана убили. Здесь знаешь, с курьерами сложнее. Точнее с курьерами проще. С кабанами сложнее посчитать. А кабанами там тоже фидит нормально Фрэнк. Это не есть здорово. Но мид. Что по миду? По миду все не так здорово. Да, и очень больно Квина. Еще проседает. Ему Бодл там надеюсь летит. Он сейчас умереть может. Он сейчас умереть может. Потому что он 4 уровень. У него нет маны. Ему нужно... У него не прокачан даггер. Блин. О, еще и повезло. И он умирает. Повезло Лео Стайлу. Он тут из всей пачки крипов умудрился зацепить именно Квапу. Да, это фраг. И при этом еще и чуть ли не соло килл забирает тролль снизу. Не, ну тут немножко венга помогла. То есть погибает Легионка. Погибает, что важнее Квапа, это соло килл. Квапа хорошо хоть на Бодл нафармила. Но вот в чем проблема. Проблема в том, что Лео Стайл здесь забирает хосту. И он уже пять с половиной, в то время как Квапа даже еще не пятая. И шестой будет быстрее. А где шестой, там и... И опять же хоста не будем забывать. А сейчас главное не проседать. Просто так по ХП, чтобы можно было потом на эту Квапу напасть. Пока старт мощный от Тандеров. Это опять же за ошибку интегрю. Так, СВЧ. Сверху. Фрэнк сильно проседает. Стики нажал. Но Свен очень больно бьет. Метю решает подблочить. Но также остается без ХП. 8 стиков есть еще, поэтому выживет. Держит удар. Да, у Свена все хорошо. Но стоит здесь еще, наверное, сказать, что один на один Свен, конечно, против тролля сражаться не может. Но все-таки тролль он в соло-таргет, в такой, как Свен немобильный, нормально лупит. Пятая минута. Ой, Квапу. Подцепил Квапу сейчас Лео Стайл на хосте. Притом он вынужден сюда смещаться феей. Это минус ТП. То есть Лео Стайл очень хорошо реализовал свою хосту. Ну и заодно мы с вами посмотрим коэффициенты от пари матч. 2.62, 1.45. Чуть, ну, веры прибавилось. Ну, понятно. Понятно, здесь Квинси Крю немножко дает слабину. Так, еще Абуз Ботлок до Эмбер Спирит. Еще разок ему дают отпить. На один раз еще лишний отпил. Потратил заряд. Ничего страшного. Вот тролля все хорошо. Формит просто на езжах снизу. Сейчас фанташечка уже будет. Потом хоть быструю маску выявить тоже. Может быть лесок пойти пропылесосить. Пока у него все замечательно. Клопа все еще не шестая. Клопа уходит в лес. Вот только сейчас берет шестой. Но не вкачивает ультимейт. Вкачивает третий скрим и кортик. Шестая минута. Эмбер Спирит вообще не дает руны забирать. Постоянно суппорты Тандеров контролят все баунти руны. И это очень плохо на самом деле. Клопу так кидать. Клопа проседает из-за этого. Опять же по хп. А сейчас выперед там комфортно себя чувствуете. Нет просто самое время включить. Мы видим, что тролль топ-1. Эмбер опережает клопу на 300. Так. И пошел наверх. Пошел наверх за Эваром. Эвар. Пошел фортификейшн. Эвара все равно тем не менее привязывают. А, и он погибнет. И тут же возвращается еще и на мид. Очень круто все сделал Лео Стайл. Он использовал арканруны. Он накидал два ремнанта под арканруны. Один на мид, один сверху. Сверху, чтобы забрать Свена. И на мид, чтобы в него вернуться. В итоге буквально за несколько секунд забрал фраг. Прилетает на мид обратно фармить. Свен еще больше проседает относительно тролля. И сейчас он пока что в таверне. Вот Тембер Спирит уже не суппорт. Насколько он больше пользы делает скидом, нежели четвертой позиции. Непонятно, что его там вообще зачем было так делать в прошлой карте. Глядя вот на все это. Глядя на то, как Эмберсия. И еще и стаки. Здесь Мэтью. Мэтью, который не особо помогает бестмастеру. Да и тяжело ему там чем-то помочь. Зато он вот делает стаки. А вот для Свенов стаков нет. Просто ему никто не стакает. Только Мирана там сверху пытается. Как раз этот единственный спаун. Эншенты. На Эншентах есть двойной дракончик. Я с оголелами. Где у нас уже? Ну, этого маловато. Эмбер 3500 уже. Сейчас плюс 600 монет. Рубику оставляет мид. Сам на восьмом уровне уходит качаться. И восьмая минута сейчас будет за руной. Так, Свен тем временем фармит. Ну, немножко возвращается. Но от тролля все равно. Сставание достаточно серьезное. Сейчас Мидас будет играть. Кстати говоря. Ну, Свену нормально Мидас. Скорость атаки и плюс экономика. А вот троллю как раз таки урон и клиф. Так, нападение на тролля. Может быть, ульт может быть? Под конец. Сэр еще заметит. Ну, тиммейт его спасет здесь по идее. Потому что тиммейты подтягиваются. Нужно отходить. Все кусты собрал. Отходят. Но не добивают тролля. Тем временем Эмбер очень вовремя приходит. Еще один фраг для Рубика, правда. Так, Лео Стайл. Лео Стайл. Есть 13 стиков у Лео Стайла. Сильно просел. Клопа. Все еще без ульта. Боятся немножко, наверное, и ультимейта. Есть блинк. Уходит Клопа. Ну, а сверху Бис чувствует себя очень хорошо против Свена. Понимает, что если даже Свен на него побежит, то комбано можно замедлить. Потом дать ульт. И чуть ли не телепортироваться оттуда. В итоге 3900 Эмбер, 3700 Тролль. Свен догнал их. Но вот Клопа никак. Очень много птицами фидит у нас Бисмастер. Это на самом деле нельзя делать. Потому что птица дает многовато именно экспы. Поэтому, на моей памяти, про Свен уже третью птицу убивает за последние две минуты, по-моему. Так не надо делать. По левелу смотри, какой уже тролль, который на фрифарме снизу стоит, который его обгоняет там по Нетворцу, но именно по XP, насколько Свен смотрится. Да, на уровне. Леостел здесь сам себе на стаку что-то. Забирает, получает брошку. Берет себе брошку, плюс мувспид. Да, ему брошка прям хорошо вначале заходит. Излучшить, наверное, артефакт. А тем не менее, несмотря на весь фит, Фрэнк тут почти спушил вышку. Это вот неплохо. И к нему выехали. Здравствуйте, он такой молодец. Ну надо что-то на этом лайне делать. Первый Некра. Кстати говоря, можно будет выйти, наверное, под Свена. Опять же, Эмпер Спирит. Вот, в Инвизе. Не знаю, в Инвизе с макетами. На топ. И не успеваю чуть-чуть, по-моему. Да, просто они чуть-чуть не успели. Убил SVG, убил одного Некра, сильно бросил. Но в вагоне за Квапой Квапа потратила блинг. И это может быть очень хороший килл. Да, это отличный фраг. Несмотря на то, что забрали Бестмастера, но Квапу с центральной линии взять было гораздо круче. Правда, отдали 4 баунтируны. Вот в чем проблема. И это немножко просадит их экономику. С другой стороны, фраг на Квапе и вышка верхняя. Это достойная компенсация. Даже в размен на Бестмастера. Вот и на прошлой карте тоже на 10-й минуте 4 баунтируны забрали у нас Квинси Крю. И здесь абсолютно та же самая ситуация. Так, и я еще раз обращаю ваше внимание на кэфы от наших друзей. Париматч 1.92 Тандер Предатор. 1.80 Квинси Крю. То есть уже практически выровнялась ситуация. И Тандер Предатор могут сравнять счет в этой серии. Действительно могут. БФчик на тролле сейчас появится. Ты настоящий друг. И вперед. БФчик на тролле. Приятно будет. Ну, ДПФчик еще 2000 почти. Поэтому БФчик будет нескоро. А у Свена уже Мидас есть. И вот этот Мидас его будет прям хорошо сейчас разгонять. Опять же Эншиндов. Можно будет подфармить за стаками. Свена нельзя так кидать. За Свеном нужно бегать и пытаться ему мешать фармить. Потому что этот герой очень сильный. Очень сильный лейт. Да, его можно кайтить. Но у него хорошая хелпа есть. В лице пресс-за атак. От Легион Командер. Поэтому его бисмастером просто не остановишь. Да, вообще пресс-за атак сильно будет заходить. Не только в плане снятия дебафа. Но и скорости. С Мидасом с пресс-за атак. Нормально будет рубить. Фармить, конечно, хорошо. Но пока только выходит на первое место. При том, что квапа Лего просили. У нас прям некоторое повторение. Так, нападение на Вингу. Не успеют выйти. Просто выгнали из своего леса. Что-то территория Свена. А бисмастер продолжает. Бисмастер продолжает пушить товара. Вызывает кабанов. Правда нет. Так, с Фея. Можно задоджить Лео Стайлу. Да, очень хорошо доджит. И все-таки Фея живет. Лео Стайл мансит. Террорайс не пошел. Лео Стайл живет. Ворованный пресс-затак от Рубика. Очень круто на самом деле. Потому что сейчас я ровно фьюзом получил. Да, да, да. Так, и Легионка может ошибиться. Излетает Террорайс. Но только по одному лишь Рубику. Легионка пресс-затак на себя. Квапа спасает неплохо. Соник Вейв ворует Рубик. Вот это реально сильно может быть. Очень сильно. У него уже... У него еще нет пассивки. Но все равно. Ну и в итоге они забирают вышку. Стягивают всех пятерых соперников. При этом соперники вышку не динаят. И еще и забирают сверху к этому Легионку. Свену подарили еще одну птицу. Он ее послал. И Свену случайно к Ливам зафармил. Сам того не зная. 50 голды. Экспа. 11 уровень. Свен очень мощный. Но вот вопрос в том, что хватит ли этого мощного Свена. Когда там тролль наживет свой ультимейт. Пойдет его бить. Его просто там раскайтят. Я думаю минут через 10 мы узнаем об этом. Как это все будет происходить. И как Свен будет работать. Против тролля и всех этих парней. Метасик сейчас открутится. Можно будет завязать еще разок. Плюс 160. Свен очень хороший нетверс. Очень хороший темп. Хотя тролль вот почти добрался дбф. И будет как-то его плюс-минус догонять. А здесь тендерпред интермешает, что пора выйти на Рошан. Четвертый в его в террор. Блайтстоун на Эмбере. Нормально так его пробивают. Да. Сейчас будет ровно. Прямо сейчас будет Рошан. Они не пойдут драться. Это просто... Они не хотят драться в принципе. Потому что Свен фармит. И драться некому. Пусть этого Рошана заберут. Ничего страшного. Они там пятером бегают. Мы фармим всю карту. И ничего страшного в этом нет. Потому что они сейчас Рошана заберут. Пять минут подождут. Айгиса не будет. Но зато... Они... Вот вроде доминация. Вот Тандерпредатор. А графики в нуле. В полноценном нуле. Просто даже они падают вниз. Из-за этого Свена. Хорошо фармящего. Из-за того, что... Опять же. Просто идет переигровка в макро. Очень много фарма забирают. На всей карте Квинсикрю у нас. Из-за этого. А Тандер, они вместе бегают пятером. Как раз делают эти выходы на товара. Но... Если у тебя графики держатся в нуле. То никакой у тебя доминации нет на карте. Сикреты так любят играть. Вот они мастера вот этого дела. Они могут 0-20 проигрывать по счету. Но 10 тысяч у тебя по золоту ввести. Потому что просто очень круто. Фармят всю. Всю карту. Мунлайт Шадоу. 15-ая минута. Две правые руны заберут. Здесь Дизоль появляется. Как ты там говорил. Йола Дизоль. И вот он действительно есть. Ну вот Юльчик, да. Просто вторым артефактом. Вторым будет артефакт. Листайл. Видит Мирану. Откусывает от него кусок. Ну и как-то разошлись. При этом слева лежат две баунти руны. Свен наконец-то выформил Алебарду против тролля. Безусловно. Крутой артефакт. Ну и Мунлайт Шадоу. Толком ничего в общем-то не сделали. Просто Тандеры забирают Тир-2. И это уже третья. При этом сами потеряли только одну. Сейчас аванпост еще будет. Опять же за ними. Да. Вот это как раз таки очень важно. Но они решают не захватывать пока что. А просто сделать вид, что их там не было. Что они разошлись. И могут подцепить Мирану. Ну это будет неплохой фраг. Хоть какой-то. Мирану отловить коров. Вот у них очень плохо получается в смоках выходить. Их контролят. Их контролят. Их разводят. Вот они всей толпой пытаются загнать эту бедную кошку. Она просто и не краза фармила. И все разревелила. Квоя-кво мы били. Ну это... Да, это квин. Это классический квин. Ну Арчидо не долетел. Как бы много не потерял. Арчидо есть, самое главное. Ну да, он успел там закупиться. Но тем не менее, квин здесь, конечно... Все так хорошо сделал Мирану. Такая вот ошибка. Ну да, действительно, у квина это постоянно. Там я где-то видел в чате во время первой игры. Что типа ставлю на то, что квин... Игра закончится тем, что квин, блин, конется в пустоту и умрет. Из байбека. А Матьюм... Поднимает СВН. Ворует молоток. Да, станчик вот этот... Очень опасненький СВН, если у Рубик сейчас закинет грамотно в драке, то... Пассивка есть, первая. Да. Не хватает в доте, чтобы вот писалась какая длительность спилов... При бафах, да, каких-то вот при пассивке? Ну вот да, вот. Потому что я понимаю, что конкретно... Как она на СВН будет работать, не посчитать быстро. Потому что у СВНа еще есть... Но какого-то калькулятора не хватает. Так, тут Мирана. Мирана прям в момент клипа лопается. Несмотря на пресс за атаку. Ну давайте посчитаем. Сколько будет. Вот сейчас стан у него треть. И 1,75. 16%. Ну где-то 2 секунды будет. На 4-м уровне стану. 2 секунды. Ну да. Но у СВНа-то там сабля. И она дает статус резистанс. Она дает резист. Обратно, считаем. Ну короче, да. Тут не хватает какого-то вот типа калькулятора. Выделили. Ой-ой-ой. Все застакали и все равно убили. Застакали и роры, стан. Но очередной фракт на Квине. Роры слишком долгие. Ну за последнюю минуту два раза номер. Да. Нужно быть поаккуратнее. Что делают у нас с E-WAR там и Лелис. Вот они сейчас очень грамотно делают. Опять же Лелис стоит под ним. Просто на всякий случай. Там пресс за атакой. И все, и мы убегаем. Квопа фармит в таких местах, которые небезопасны на карте. Вот свои Тир-2 ТВРА. Где как раз-таки Тандер. Они же хотят идти на тебя. Они хотят на тебя нападать. Они будут прыгать под эти ТВРА, пока там есть АИГС и так далее. Насколько я понимаю, Тандер поэтому и стакует дизейбл зачастую. Потому что они думают, что там где-то Легионка может стоять за спиной. И ой, а тут у нас минус Эмбер. Очень неплохо. Легионочка, Лелис. Ставим лайк. Минус Эмбер спирит. Дэмош не получил. Ну вот это да. Да, это неприятно. И более того, они уже теряют четвертую вышку и... Ой, пятую вышку. И сейчас могут потерять шестую. Квин. Квин. Квин готов сражаться. Тролль. Тролль Эгз. Ну, тут все залетает. Господи, пожалуйста. Ну прекращай. Атак есть. Но толку нет. Да, это третья смерть Квина. И уже даже была Легионка рядом, но она не успела подойти. Она была недостаточно близко. МСС отцепляют. Ой, Лелисы могут зацепить. Аегис закончился. Аегис закончился. Ужасная по таймингу атака. То есть атака за 30 секунд до того, как закончится Аегис. И за 10 секунд до того, как Аегис выпадает, драка заканчивается. То есть нужно чуть позже было. Ты просто не понимает, парень, что он хочет. Вы как бы в Аегис не будете там скиллы тратить все, да? Ты Соник Вейф, ты не хочешь его потратить. Но ты продолжаешь стоять рядом с Троллем, у которого Аегис, который будет в ответ на тебя нападать. Ну, блин, конесите сразу оттуда, если вы решили уже не убивать его. Просто за полторы минуты три раза умер на пустом месте. Да, и здесь... Здесь уже довольно-таки неплохо так чувствуют себя, ведут карту Тандеры. Но пока всего 2000. Тем не менее, вот что делать с этой квапой, конечно, вопрос очень хороший. Так, поставлены варды от Мирана. Все, видят. Миран очень хочет сбить вард, но, возможно, это ошибка. Да. А, он стрелу ей дал. Понятно. Стрела Рубика — это смерть. Без вариантов. Лелис. Ой, Лелису очень неприятно. За ним на хосте бежит Эмберспирит, у которого ДД и Дезолятор. Да, и квапа рядом. Сайланс. Ну, он просто идет дальше. Ой-ой-ой, а может еще молоточек какой-нибудь? Еще один Сайланс. Он улетает. Ну, стань за ним, пролетит. Стрела пошла. Стрела не попала. За доджил, станчик. Отлично. Не, супер... Супер жестко ля устал сейчас, пробежался. Мог убить одного и начать неприятную драку. Да, ну и стрела, конечно, которая у Рубика на очень долгое время станет. Хотя еще первая пассивка. Но, тем не менее. Стрела и без пассивки жесткая. Шесть вышек потеряно в размен на одну. Появляются баунтируны. Удивлен, что до сих пор аванпост не законтролили вражеский. А вот могли бы сейчас в 20-й минуте на самом деле это сделать. И вот сколько там? 1750 XP, да? По 350 дается? Так. СВГ. На том же месте чуть не умер. Хотя он знает, что здесь вард стоит. А хотя нет, он его сбил. Он сбил, это новый. Ну, надо зайти сюда, выкрыть. Эти варды. Вообще не могут. Вообще просто не могут выйти с базы. Была вообще статистика по птицам бы. Мне кажется, мы там насчитали бы уже тысячу и, наверное, полторы. Ждите европейского региона и СНГшного, где студия RUHUB раскроет вам всю мощь своего арсенала HADA. В том числе и статистика. А мы только ручками можем считать. Как дела у тролля? Battle Fury, Saint John Yash. Да, великолепно сейчас. Да, будет выход в Сатаник, а потом в башню. Как-то так. Moonlight Shadow. Очередная попытка выйти. Так. Движно не было. Ну, можно забирать, на самом деле. Свен далеко. У них Свен Тролль далеко. Если сейчас цепануть кого-то. Там они хотят реализовать ультимейт. Спасибо, Синь. Ой. Нападение на Эмбера. Эмбера, свап. Отличная игра. И тут же EU на Свена. В итоге Мирана лопается. Выигрывается дуэль, но забирают только Венгу. Пошел рор в Свена. Тролль. Тролль нажимает ультимейт. Прямо под дизарм. Но, тем не менее, переключается на Квапу. На вот это грамотно сделал МНЗ. И Свен... Вот это скорость атаки. Конечно. Да. Очень плохо все произошло. Потому что, кто это сделал? По-моему, Мэтью просто драку-то выиграл соло. Он перед тем, как Свен вообще пошел атаковать, он просто его взял и заиулил. И Свен всю драку поставил в Иулии, пока покусили героев в Инсекрю. Там буквально немного, но тем не менее. И еще тролличек хорошо сделал. Тролль, вместо того, чтобы нажать на Свена и ультимейт, он просто нажал ультимейт. Дело в том, что в таких ситуациях у тебя герой может сменить таргет. И он перенацелился на Квапу в какой-то момент. Хотя Квапа бы и так умерла. Что это премудрости. Тут все слишком просто, да. Действительно, этот Иул. И Свап, конечно же, да. Свап от Венги. Свап великолепный, да. Безопасное место. Минус полторы стороны. Причем, милишные бараки две штука потеряны. Ну и уже слишком большое преимущество здесь. Thunder Predator у нас, кажется, 1-1. Причем, вот первая и вторая игра вообще не сравнить. Да, они как бы воспряли. Ну и к Винсекрю, я думаю, что они сейчас выйдут. Если не получится, то они напишут ГГ. Пошел скан. Думают, что Рошан появился. Что Рошан появился, они правы. И скан заканчивается. Видят, что соперник вышел из Рушпита. В Рушпите висит птица. Выйти никуда не получится, потому что мид пропушен. И соперник точно понимает, что, ну, раз так... А, там еще и птица на фонтане висит. Все понятно. Все ясно, все понятно. Все видели, видели, как герои выходят. ДДшечка для тролля. Ну и можно, да. Можно начинать. Если что, тролля засейвят, свапнут. Экстракт сейчас будет. Преколепная стрела. Помогает. Он быстро будет умирать. Супер быстро. Так, Террорайзу нельзя фея дать закинуть. Закидывает. Мунлайт Шадоу. Но слишком рано закидывает Террорайз. Еще птичка летит. Птичка, птичка, птичка. Пролетает мимо. Пошла еще стрела. Все, забрали все. В этот момент нападение на Свена пошло. С тролля диспелят ДД. Ну, хотя бы так. Но как же много там урона. Уже погибает фея, по-моему. Да, фея. Тролль начинает резать. Свен дает ему алибарду. ГГ. ГГ прямо сейчас. Ну, понимает, что здесь уже никак не победить. Это как-то просто было. Прямо супер просто. Опять же, Террорайзу предатор. Потому что, ну, первый вообще вопрос. Это к Квиннл. Это по-хорошему отвратительная игра с мида. Прямо с самого старта. Вот с первой пачки крипов. Как он начал добивать, как он начал добивать, не добивать, то есть скримом крипов, так и вот эти три подряд смерти, да, которые там за полторы минуты произошли. Ему нужно, да, подсобраться чуть-чуть, потому что здесь он не в соло закинул, но мидеру так нельзя играть. Нужно где-то быть пособранней. Это была отвратительная игра, от него, от его игры как раз таки отталкивались. Да, я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что такие смерти, тем более, когда ты покупаешь сайленсы, должен по таймингу. Ну, вообще, как-то мы с самого начала на Квина смотрели и видели, что у него не получается. Давайте посмотрим в конце этой карты, завершим ее тем, что глянем на, собственно, коэффициент, который нам париматч предлагают. 20.75 на 1.42. Это на третью карту. То есть здесь уже у нас он немножечко выравнивается, но пока не сильно. И все-таки Квинси Гру фаворит, но посмотрим, что будет к концу этого финала. После небольшого перерыва мы вернемся к вам на третью карту.